Спокойным временам пришел конец. Тьма расправляет свои крылья над санктуарием. Жуткие создания рыщут в темноте. Чудовища заполонили окрестные земли. Вы чувствуете, что что-то приближается. Вы слышите зов. Он манит вас на запад. Проклятый город Тристрам. Именно там, как говорят, все и началось. Приветствую вас на нашем вечернем стриме, посвященном приключению во вселенной Diablo 2 и приуроченной к выходу игры Diablo 2 Resurrected. Итак, со мной 4 отважных героя, которые отправятся на борьбу со злом в страшной подземелье. Итак, нас обворожительные Вика, Дмитрий, Таник и Денис. И сейчас ребята, каждый расскажет про своего персонажа и небольшую предысторию. Итак, Вика, расскажи нам, кто ты. Знаете, когда Булкатос объединил и увел в Чищобеско и Гленов всех лучших бардов и варваров, чтобы организовать Круг Друидов... А я не так много написал. Мои родители Финеделем Фуаленах вступили в Круг Друидов. Минутку дайте... А субтитры будут? Меня зовут Ассабикума. Я Друид. Единственный оплот света в этой битве. Я думаю, за такое описание можно даже поаплодировать. Как геймастер я решаю дать тебе вдохновение. О, так можно? Да, сразу же, сразу же. Итак, Паладин Дмитрий. Ну я бы поспорил, что ты единственный оплот света здесь. Я Паладин человек, потому что в борьбе с отпрысками дьяволу кто-то должен представлять человеческий рот. Зовут меня Дмитра Кразящей, сын Пелея, внук Аташ. Это неправда. И супруг Гимли. Я тоже дам тебе вдохновение за это, хорошо. Так, Даник. Я Дандерион, сын Нурзулдана. Я ассасин. Пришел уничтожить грязных ведьм. Грязные ведьмы, как говорится, будут наказаны. Вдохновение не дам, извини, коротко. Итак, Денис. Я Кер. Кер, попрошу. Кер отвел. И я варвар. Я прибыл с северных степей. Я боец, крайне силен и вынослив. Еще люблю кричать. Ну-ка. Отлично. А можно сменить партнера? За голосовой отыгрыш я тоже даю тебе вдохновение. Поехали. А у вас дошел слух. Что монастырь подвергся атакам сил зла. Преследуя каждой свою цель, вы оказались на дороге, ведущей в лагерь разбойников. Вы натыкаетесь на группу беженцев. Они рассказывают вам о странном провале, ведущем под землю. И уверяют, что совсем недавно его там не было. Вас просят разузнать, в чем же дело. Сама мать-земля проседает под напором этих дьявольских тварей. Как несущий частицу света в своей груди. Должен переживать о ней. Обязан отыгрыш. Господи. О боги, о боги, о боги. О боги. Все с языка сняла прям. Вперед. Вы идете по пустоши. Издали. Ход похож на простую дыру в земле. Невооруженным глазом видно, что здесь вас не ждет ничего хорошего. Вы стоите перед входом в пещеру. Видно небольшой спуск, выдолбленный в каменистой породе. А дальше кромешная тьма. Если что, у вас есть факел. Давайте не терять ни секунды, ассасин. Пойдем вдвоем в эту дыру. Пойдем. Так, мы заходим в пещеру. Вы слышите звук, как резко несколько маленьких ног приближаются к вам. Кто-нибудь из вас идет первый? Я пойду первый. Кто следом? Иду я. Так, дальше. Я всегда прикрою паладин. Я иду в самом конце. Хорошо. А я? А ты, получается, идешь между ассасином и друидом. Третьим. Третьим. Будешь третьим. Три. Отлично. Будешь третьим. Мне очень нравится. Итак, паладин. На тебя сбоку выскакивает несколько красных демонят с криками. РАКОНИШУ! Я занимаю оборону. Замечательно, хорошо. Но кидайте инициативу. У меня 14. Я иду вторым. 16. Так. Я иду третьим. От цифры сколько? Кидаю. Кидай. Чего сидишь, помогай. Всего 9. 9. Перед вами достаточно большая толпа падших. И из дальнего края пещеры вы видите, как на вас надвигается что-то огромное. Вы слышите рев. Но первый с места, как настоящий ассасин, срывается Даник. И? Я вижу, естественно, страх я не испытываю. Одумайся. Я не боюсь. Очень сильный враг. Вардер, стой! Я разберусь сам. Я нападаю. Я бегу сквозь падших. Пройди проверку ловкости. 12. Ты пытаешься прорваться сквозь ряды падших, но ты начинаешь в них ввязнуть. И не можешь дотянуться до своей цели, до огромного гиганта. Придется сражаться с падшими. Я сражаюсь с падшими. Хорошо. Кидай Д20 на атаку. 26. 26. Отлично. Ты попал. Кидай на урон. 13. Плюс 4, правильно? Да. Ну сколько? 17. 17. Хорошо. Первое, что я делаю, я говорю, что будь быстро, как ветер. Он подхватит тебя. И посылаю ураган. Сейчас скажу урон. 17. 19. 19. 21. У меня тут варвар скучает. 23. Замечательно. То есть ты в вихрем проносишься. Пятеро падших, которые стояли возле ассасина, пробиты насквозь и падает, как решето. Тогда бонусным действием я превращаюсь в медведя, разбегаюсь и атакую этого асполина. Кидай Д20. Спасибо, друид. Это значит... Так, а у меня... Тварь уже хорошо побита. Я кричу, что ж ты, Даник, там в одного-то? Возле Даника уже убиты все. Молодец. В одного-то остался. Я, как самый опытный боец, подправляю твою броню, бью водичку. Делаю двойное сальто вперед. Пройди проверку ловкости, пожалуйста. Договори. Я правильно понимаю, что я там стою, всех расхреначил, и ко мне сальтуха... Врывается паладин. Это в момент, когда опала уже груда мяса вокруг тебя, туда прибегает паладин, припрыгивает. Нет, 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 вы не понимаете. Я вижу, что дальше бой. Что мне тебя обходить? Легче намного сделать двойное сальто. Я отправляюсь на помощь. Че, подши они маленькие, они че там, ну, типа, чуть ниже пояса че-то царапают, а тут огромная зверюка. Давай. Я на нее нападаю со всей своей мощью. Я бью кары. Кары, ты караешь исполина. Караю исполина. Как настоящий паладин. Так, не опозорь меня, пожалуйста, нормально вкараю. Что за паладины пошли? Пять. Ты пытался. Все, на этом твой ходит. Нет, я беру бонус на действие. Я просто так это не оставлю. Почему? Я могу помочь. Посиди. Окей. Посиди, посчитай. Ты хочешь потратить провокацию? Я хочу ворваться. Я смогу вихрем пронестись по полю боя. Ради бога. Ты выбираешь вихрь? Да. Несмотря на то, что у гиганта в боку вгрызся медведь, и перед ним еще стоит паладин, ты отклонился очень влево, но ты снес, кидай, 4D12. 7. Плюс. Плюс. Четыре раза тебе надо кидать его. 7 плюс. 17. Варвар, не пасоль. 28. Плюс. 8. 31. 26 плюс 8. Давайте поверим ему нас. 34. 1. Варвар врывается в эту мешанину из тела врагов. Трое падших отлетает в дальний конец пещеры и расплющиваются там в кровавую кашу. Пиросавчик. Понимаю, что у меня начинается древняя лезнь. Черная. Я достаю заранее подготовленный вентолиниус. Так, ты делаешь два дополнительных удара катарам. Первый раз. 20. И второй раз сразу же кинь. Я всегда в тебя верю. 20. Ты два раза кинул 20 подряд? Да. Он не понимает, насколько он хорош. Ты молодец. Казахи-сверхлюти. Опиши мне, как ты красиво добил гиганта. Давай, опиши это. Я хорошенько отдышавший смотрю на своих партнеров по команде и они реально устали. Да. Я взлетаю практически на 500 метров. Там потолок, там каменный потолок. Я долетаю до потолка, отталкиваюсь ногами, лечу со своим катаром, лечу, красиво, визуально вот так его подкидываю, делаю сальто и вбиваю вот так ногой, вбиваю ему клинок через голову и все тело пробиваю, разлетается все в кишки и в мясо. Все мои партнеры в говне и в крови. Спасибо. Я ору так. Умри, твой! Я хоть и... И это при чем мне? Я хоть и с северных земель, но такого я еще не видел. Отлично. Пыль крови висит в этой пещере, мы практически ничего не видим, я убираю ее вот так и говорю, походу я борщнул. Ну, получается, нет пути назад. Все как мы и ожидали. Только вперед. Шаг вперед. Я принюхиваюсь в каждом из туннелей. Я, в принципе, использую выживание, чтобы понять, по каким туннелям ходили, следы какие-то, что-нибудь еще. Хорошо, давай, давай, кидай. А если кто-то хочет ей помочь, можете... Двадцать три? Не надо помогать. Двадцать один. Не надо помогать друиду. Здесь бродил какой-то человек, быть может, он в беде. Да это паладин туда-сюда ходит просто. Я могу помочь друиду и по следам понять, примерно, какая масса... Ну, в принципе, друид и так все это выяснил прекрасно. Взрослый человек. Я самодостаточный друид. А эти символы, символы на стенах, вы уже их изучили? Я кину на историю. Может быть, очень знакомо выглядит. Давай вместе попробуем изучить. Давай. Сколько плюс к истории? Сейчас. А у нас... Минус один. У нас паладин... Ты кидай преимущество. А у меня плюс три. О, паладин, мы тебе поможем. Я готов. Два раза двадцатку кидаю и выбирай лучшую. Пять. Еще раз кидай. И второй раз. Два. Паладин не везет сегодня. Паладин после зайду еще так себя прикинует. У нас это просто настенные каракули. Да как-то идентифицировать эти символы, зарядить их? Боюсь, что я не совсем с ведущей в магии. Я попробую. Магию? Магию. Хорошо. Ты будешь? Помоги, паладин. Мы с тобой вместе воины света. Я помогу тебе. Очень плохо помог. Единица моя. Восемь. Восемь? Очень сложно разобрать, что это и как оно именно работает. Бисовщина. Может быть, не разрушить эти камни? Я могу ударить молотом по ним. По истощенным камням? Я чувствую, что этот камень истощает зло. Не, не камень зло. Рисунки истощают зло. А камень истощает магию. Все равно ударить хочу. Я буду бить. Мы не хочу уже кого-нибудь ударить. Мы можем забрать этот камень, а ты разрушишь эти рисунки. Так. Что? Бей рисунки. Бей пол. Я бью. Я бью. Забираем камень. Ты забираешь камень. Забираем камень. А ты бей пол. Ты просто бьешь пол. Да. Там была единица? Нет. Ты просто побил пол. Ребят, еще раз. Я говорю. Немножечко, да, испортил. Уважаемые, уважаемые дамы и господа. Хочу сделать сальту. Я вам официально заявляю, что КПД этого похода очень низкий. Особенно у Варвара. Особенно у Варвара. Чувак просто попил пол. И видишь, как в пещеру валивается несколько, точнее несколько, достаточно приличное количество падших, которые бегут в твою сторону. Я помню предыдущий опыт нашего боя. Поэтому я снимаю доспечь. Чтоб было легче делать двойное сальто. И реально. Они умеют воскрешать мелких уродцев. Поэтому я пробегаю через всю эту толпу. Хорошо, брось проверку силы. Один. И первый же падший со щитом тебя остановил. И ты там уже и на коленку упал. Маленький, попупок тебе остановил. Он попупок, конечно, в самое святое ударил. Я провоцирую. Хочу отвлечь их на себя. Как? Я говорю, у меня есть отличные доспехи. Налетаем. Все падшие бегут на тебя, а шаманы нет. Шаманы умнее. Друид недоумевающий смотрит на действия. Призываю волка. Я превращаюсь в медведя. И хватаю первого и пытаюсь откусить ему голову. Я могу узнать, там есть какие-то сталактиты. Я не знаю, как называется. Я варвар в сосульке, короче, наверху. Ты хочешь потратить свое действие на разглядывание потолка вместо атаки? Да, я вот три действия совершил, а я все никак. Сижу и сижу. Они воткнули тебе кинжал в бок. И тогда паладин отвечает. Атака моя будет жестокая. Один, да что? Да что? Почему я вот, ну, как бы, такой никчемный? Почему я боя света такой никчемный? Эля, может ли он разрыдаться в мясе? Я кладу руку паладину на плечо и говорю, что... Лапу. Или подожди, ты на один ход. А, ты обратно. Да, я обратно становлюсь с собой. Я кладу руку паладину на плечо и говорю, что... Какая бы тьма у тебя не встречалась на пути. В этот момент падший заварю чай. Знай, что очень легко погасить свет. Да я никчемный! Я никчемный! Абсолютно! Да еще, смотри! Нам надо было идти налево. Разрыть тьму! Я вам говорил! Я настаивал! Я говорил налево! Да кто меня подслушал? Никто из вас! В настоящее, по-настоящему, вы просто-напросто обменялись взглядами. И одних этих взглядов хватило вот на весь этот диалог. Я сейчас покажу, что такое сила паладина. Я прочитаю молитву. 3D8 плюс 4 кидай. 3, 3, 3, 9. Подкинь его! 3. Я хочу... Подожди, ну подожди. Ну ты каждому вылечил 13 хитпоинтов. Ты вылечил все наши раны. Я пойду в гучу сапаси. Опять? Да. Что я должен сделать? Ты потратил действия. Бонусным действием ты только можешь провокацию сделать, если хочешь. Матерь, божья. Можешь не делать. Не спровоцируй! Опять? Да! Я такой тупой. А их с кубом 6 осталось? Пятеро. Пятеро. Показываешь кирасу снова или что-то новое? Я бы хотел сказать, что я им показываю, но нас не пропустят трансляции. Они как раз на уровне все. Дроид спасает. Все хорошо, все видели. Ребята, мы победили! Не с моей помощи. У кого самая большая магия? У меня магия 0. Да что ты? Явно не у меня. У меня хоть что-то плюс 5 есть? У меня магия 2. Знаешь, в чем у меня сила? Атлетика. Да ты же... Я могу побежать. Легкая атлетика. Нет, в итоге у тебя с атлетикой все плохо. Я могу еще обманывать хорошо. Паладин? Стыдно, стыдно, стыдно. Паладин с гнильцой такой. И религия плюс 5. У меня еще убеждение самое сильное плюс 7. Что-то я вас не убедил идти налево совершенно. По центру комнаты парит лич. И я сразу же превращаюсь в медведя и срываюсь и впиваю своей пастью в лицо этого мерзкого, отравляющего, мать природа, с лича и кусаю его. Давай, кидай. Я использую в договорении 11. И 11 повреждений еще лечу. Так, ну что, я смотрю на это мессио. Я вас прянул. Я беру всю свою мощь и направляю его на врага. 6. Попал? Не попал. Ты можешь использовать свое вдохновение и перебросить кубик. Мне кажется, сейчас для поднятия твоего морального... Сейчас самое время. Да. Еее! Да! 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 Разбежавшись... Разбежавшись... Не, я именно разбежавшись. Разбежавшись... Я так разбежался, хорошо. Разбежавшись, ты подпрыгиваешь и кистенем как следует прикладываешься по черепушке. Теперь Варва. Остался в запасе вихрь. И я хочу его использовать против всех врагов. 26. 26 плюс 4. 4. 30 и плюс 1D8 молний. D8? Нет, это один... Денис. Китай. Кто нашел? Мэн Даун, как говорят в американских фильмах. Вот. Помогите человеку. Да, нет, вот. Смотри, вот такой. Ромб, он похож на ромб? Вот, а нет. Нет, вот. Я варвар, я не очень умный. Вот, вот, вот. Вот, да. О! Хорошо, давайте ударим их. Я никогда еще не использовал удар Феникса. Размяв свои руки. Я взмываю в небо. Ну, не в небо, там, до потолка. До потолка крипты. Задерживаюсь немножко в воздухе, вот так. Закрываю глаза. И зацепаю. И всем телом я падаю на эту араву скелетов. Ждем решения паладина. Паладин. Как же он может испортить ситуацию, которую только что улучшили? Я ненавижу Личи, я всегда чай без Личи пью. Поэтому я нападаю на Лича. Мне все равно, что он в своей вот этой странной форме. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы... Постарайся сделать все возможное. Чтобы умереть раньше всех. Чтобы умереть раньше всех. Четы. Ты пытался. Я пытался, ничего не получилось. Но я тут же использую свое... Бонус. А, черт. Ты будешь его провоцировать? Всех скелетов на меня, кричит паладин. Да? Я прав? Да нет, нетушки, я постою. Я постою в сторонке. Сейчас бьет варвар. Давайте воспользуемся сокрушающим ударом. Теря. Используй вдохновение. Ну давай, у меня есть. Перебрасывай. Переброси. Переброси. Давай, один. Один? Два. Ну, это уже не один, хотя бы. Два не один. Разбежавшись, ты хочешь ударить группу скелетов, но ты споткнулся, оступился и пролетел мимо них. И сокрушительно ударил стену. Хорошо, что не пол. А он развивается в этом плане. Паладин, пора, пора. Ты воин света, ты должен завершить этот бой. Ты серьезно? Ты вообще видел, как я играл? Я в тебя верю. Тебе должно повезти. Так, может у меня какой-то плохой пункт. На, возьми мой. Дай, 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 дай. Двадцать. Ну, ну. Молодец, отлично. Естественно, ты караешь лича. Я его убил. Опиши, как ты его убил. Разожлись. Все, уходим рядом. Я вас прям после предыдущих поражений. Я подхожу к нему. Вот так вот беру. Беру. Вот так ему делаю. Так он призрачный, он просто просочается сквозь руки. Потом я беру свою секиру. Подхожу к нему. У тебя скипетр. Еще лучше. Поворачиваю его скидой. И за всю свою команду беру и просто бью его по макушке. И он растворяется в воздухе. Отлично. Вам подходит человек в челме, который представляется как варив. Но это уже совершенно другая история. И это будет настоящее приключение, которое только начинается. Спасибо, друзья. Мы прошли. Мы прошли это подземелье. Враги были повержены. И паладин. Вероятно. Вознесся. Поверил в свет. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Это было здорово, весело, задорно. Надеюсь, вам понравилось. Ребята, вы увидите на экранах ваших золотых мониторов. А мой в голос вы наверняка еще где-нибудь услышите. Поэтому всего доброго. Спасибо вам. Спасибо всем. Пока. 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 Пока.